Покажи нас по БТ! Покажи нас по БТ! Покажи нас на БТ! Покажи нас по БТ! Покажи нас по БТ! Покажи нас по БТ! Покажи нас по БТ! А вам аплодили! Привет! Меня зовут Саша Бабкова. Я работала на телеканале «Беларусь-3» режиссером. И делала там культурные проекты, посвященные театру, посвященные белорусским художникам. Сейчас у нас планировался проект, посвященный Владимиру Короткевичу. И всегда казалось, что мы никак не касаемся наших коллег в агентстве теленовостей, что политика — это не про нас, и мы все-таки про другое. И это заставляло чувствовать себя как бы не совсем частным к тому, что происходит. Но когда это стало касаться непосредственно... Когда в новостях стали врать про меня, про моих близких, про людей, которые выходят на митинги, а я непосредственно выходила на все эти митинги, начиная с 9-го числа и даже 14-го июля, становится как минимум обидно, когда тебя называют человеком с криминальным прошлым, наркоманом. И это делают люди, с которыми ты ездишь в одном лифте, здороваешься каждый день. Далеко не все ребята из ОНТ и СТВ поддерживают текущую власть. Мы разговаривали с одной сотрудницей с ОНТ и она говорила, что там работают замечательные люди, которые как семья. Многие запуганы. Кто-то пытается сохранять позицию, моя хата с краю. Но тем не менее, там есть хорошие люди, многие увольняются, многие отказываются работать. И то, что мы делаем, оно работает. Потому что уже сегодня ОНТ наконец-то начинает запускать в эфир какую-то информацию о протестах. Появились данные, что они поедут на окрестный и попробуют осветить обстановку там. Всех работников БТ сгребает в эту одну кучу. И мы все получали тонны негатива от любого человека, который там услышит, узнает, что мы работаем на телевидении. И мне и моим коллегам стало стыдно, стало неудобно. И все задумались. Все задумались и не знали, и не знали, что делать дальше в такой ситуации, когда мы показываем филармонию и театр Янки Купалы, а нас называют лжецами. И люди, которых мы хотим снимать, уже сами начинают отказываться от съемок, потому что никто не хочет вообще не иметь никаких отношений с Белтейрадиокомпанией. Вот если бы они присоединились сразу и повели нас, которые вот, понимаете, ведь мы все боимся, вы знаете, какой наш режим, не чихнуть ничего нельзя сделать, ну что, боишься, тебя везде прослушивают, просматривают, везде. Я прихожу домой, я одну камеру фигу показываю, дочь мне говорит, мама, дофигачивайся, я даже телевизор его показываю. Это мое дело, я так развлекаюсь, я ничего не нарушаю. Я со своими коллегами на телеканале «Беларусь 3» мы решили, что если в понедельнику ситуация не изменится, мы будем все дружно увольняться. Но эта идея трансформировалась в забастовку. И мы действительно в понедельник вышли, вышли на улицу, мы и дирекция операторов и много других наших коллег написали коллективное обращение. Люди, мы должны скинуть эти оковы, мы должны перестать бояться. И я хочу обратиться к тем, кто еще не присоединился к забастовке. Вы должны понимать, что когда вы работаете, вы отливаете пули для ОМОНа. Добиться отставки Лукашенко, чтобы были свободные выборы, чтобы привлечь к ответственности всех фашистов, которые сбивали наших граждан на Крестина, в Жодино и вообще проявляли жестокость. И кара его в отставку, ОМОН вообще распустить и привлечь их к уголовной ответственности не только их, но и других сотрудников и у нас служащих, которые применяли зверство, в отношении наших мирных граждан, которые вышли с мирным протестом отстоять свои права. Вот так вот. У нас была принята резолюция на заводе сегодня. Отправили и в этот самый, ну и в правительство туда это самое, чтобы вот, ну с разными требованиями, такими же, как на всех заводах, одинаковые. Пересмотр выборов, отставку Ермошиной, Караева к ответственности, ну и так далее. Все то же самое. Живи, Беларусь! Кому пиццу? Спасибо. Давай еще. Кому пиццу, ребята? Кому пиццу? Конечно. Кому пиццу? Сегодня сказали, что хочется. На здоровье. Спасибо. Ребят, пицца. Честно говоря, то количество людей, которое пришло, это была очень большая поддержка, потому что у этих людей не было презрения. И каждому, кто потом выходил из дверей БТ, толпа их встречала с криком «Молодец!». Считаю, что таким образом человек присоединяется к ним. И эта поддержка очень многого стоит, это было очень классно. И тогда даже та встреча с уже большим количеством высокопоставленных людей, она ни к чему не привела. И в понедельник мы действительно вышли на забастовку, как и планировалось. То есть они хотели нас как-то утихомирить, но у них это не получилось. Мы на автозаводе приняли подобную же резолюцию. И договорились с директором, что сегодня в 12 часов он к нам придет. Как мужик он сказал, я приду к вам на разговор и вам отвечу, какие решения мы приняли по резолюции. Он обязался донести эту резолюцию до администрации президента и вынести, значит, ее определить на центральном матовском сайте. Ничего это не было сделано. Директор сегодня на встречу к нам не явился. Замы его сказали, что вы от нас хотите. Вот хотите, мы вам откроем проходную, идите. Ну и пошли, все. Раз разговора нет с руководством, значит так. Ну тут просто, ну это система. И тут как бы придется, приходится принимать тот факт, что агентство теленовостей при существующей власти, при существующей системе будет поддерживать всю эту систему и весь этот режим. Это не поменяется, пока не поменяется власть, к сожалению. И мы своей забастовкой можем минимально принести им какой-то дискомфорт, немножко стопорнуть работу, но останавливая работу канала культуры, не думаю, что телевидение теряет большие деньги, потому что в эфир всегда есть что-то поставить. То есть у нас очень большие фонды, много всяких программ, много фильмов. Можно годами показывать все старое и ничего нового не снимать. А с новостями это не так. И новости продолжают снимать. Шире, Беларусь! Шире! Я с 9 числа бегаю от омоновцев по темным дворам. Не потому, что я лезу к ним вот так вот прямо в руки. Я просто хожу по собственному городу в своей стране. Мириться с этим невозможно. Это, мне кажется, любой человек, который способен к ампатии и рефлексии, он не может остаться равнодушным к такому эфиру, к такой правде, которую... К такой вот правде, которую они транслируют. Не просим! Не просим! Не просим! Не просим! Не просим! Не просим! Там не дают говорить правду. Что начальство? Вы говорили начальством? Да, мы говорили с начальством, приезжало даже, я так понимаю, доверенное лицо. Вот, к нам сегодня Качанова, да. Ну, что от Качановой можно было ожидать? Общие какие-то формулировки она говорила, в принципе, фразами, которыми говорил и президент, так называемый. Вот, что еще сказать? Ну, в принципе, мы ни до чего не договорились, договорились до того, что мы соберемся в понедельник, сегодня было очень мало человек, ну, потому что, сами понимаете, выходной день, все узнают о встрече буквально там за час, за полтора, сколько, ну, сколько работников могло собраться. То есть Качанова приедет и в понедельник? Качанова вряд ли приедет, короче. Качановой, говорят, не понравилось. Потому что, потому что, да, ей не очень понравилось, как ее здесь приняли. Как ее приняли? Ну, как ее приняли? Как ее можно принимать? Ну, как, расскажите. Вот. Ей задавали вопросы, думали, что мы получим какие-то ответы, вместо того, что она, собственно, говорила. Какие вопросы вы задавали и какие были ответы? Можете быть один? Почему народ избивают, короче, ОМОНовцы? Почему людей убили и никто за это до сих пор не ответил? У меня, кстати, до сих пор этот вопрос. Да. Почему люди сидят на окрестина до сих пор? И эти все, все эти вопросы, они остались без ответов. И на ничего не ответила? Ну, вот. Вы по поводу того, что должно быть в эфире новости, вот, что говорится... Я за то, чтобы в эфире шли новости неоднобокие. Да, хорошо, можно показывать там и борьбу за урожай, что угодно, но осветите демонстрации. Здесь что, ничего не происходит вокруг? Происходит. Насчет своих коллег, трудно мне сказать, но я думаю, что, конечно же, безусловно, есть люди, которые осмелились, например, только подписать это заявление о забастовке с требованиями, но на улицу не выйти. Или есть люди, которые осмелились и пару дней побастовали, а потом подумали о своем будущем, распереживались и решили, что не получится оплачивать кредит и вернулся. Это нормально, это... судить мы никого не беремся, но свой выбор я и ряд моих коллег с моего канала приняли решение, что мы будем увольняться. И уже у многих подписаны заявления, заполнены все обходные листы и, в общем, теперь мы уже не работники Белотеля радиокомпании. Надоело бояться. Надоело просто приходишь, ай, портрет Александра Григорьевича, царь, бог! И просто боятся все его, видят и дрожат от одного портрета, его взгляда, понимаете? Все, гоньба! 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 Нет, не прощу! У меня трое детей, я в жизни не прощу столько побитых, столько раненых. Пускай меня убьют, но я не прощу! Подождите, не прощу! Не прощи! Не прощу! Отступайте куда! Верим можем, верим можем! Верим можем, верим можем! Верим можем, верим можем!